Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Спасут из пожара и в море утонуть не дадут. В Сочи прошли показательные учения МЧС России. Плюс 220 участков для многодетных семей. В поселке Орел Изумруд Адлерского района под эти цели выделены 22 гектара. Вернуть былую славу Мацесте. Этой целью задались в сочинском парламенте и мэрии. Сегодня специалисты обсудили меры по продвижению больного услуг. Покорить просторы интернета можно и в 70. Сочинские пенсионеры могут пройти бесплатные компьютерные курсы. Вне Минкондратьев вместе с общественниками и мэром Краснодара сегодня посетил зеленые зоны краевой столицы. Губернатор осмотрел болгарский остров, который находится в конце микрорайона гидростроителей. Экологи обеспокоены тем, что здесь вырубают деревья и добывают полезные ископаемые. Глава региона строго обозначил свою позицию. Этот природный комплекс нужно сберечь и внести его в список особо охраняемых территорий. Это место и все места, которые возможны еще не застроенными, сделаем особо охраняемые природные территории и пусть попытаются потом воевать. Когда это особо охраняемая природная территория, я уверен, станет на защиту этой территории весь город. Но мы должны помочь горожанам юридически защитить их зеленые зоны. Помочь горожанам, еще раз подчеркиваю, юридически защитить все зеленые зоны. Парки, скверы, острова, прибрежные вот эти все сегодня массивы. Вот это стратегическая моя задача и ваша. В ходе объезда Вениамин Кондратьев также посетил сквер пограничников. Мэр краевой столицы Евгений Первышев рассказал губернатору, что в скором времени эту территорию благоустроят в рамках федеральной программы. Дизайн проект уже разработан. Здесь заменят тротуары, установят новые скамейки и урны, а также построят детскую площадку. А в Сочи появятся новые маршруты. Автобус в село Орел и Зумруд запустят 15 апреля. Маршрут номер 115 соединит село с больничным городком на Ореде. Автобусы будут ходить с 20-минутным интервалом и проезжать по пути Хосту и Кудепсту. Также с 15 апреля меняют схему движения и другие маршруты. В связи с вводом в эксплуатацию нового жилищного комплекса маршрут номер 37 продлен до остановки Министерские озера. Также по многочисленным просьбам жителей маршрут номер 113 улица Дагомысское село Раздольное будет заезжать на остановку Земляничное в прямом и обратном направлении. Это позволит обеспечить улицу транспорта. Спасут из пожара и в море утонуть не дадут. В Сочи прошли показательные учения МЧС России. На зрелищное мероприятие приехали более 200 человек со всего Краснодарского края. А сочинские спасательные службы демонстрировали, как нужно действовать в различных экстренных ситуациях. Члены комиссии не только оценили слаженность работы оперативных служб, но и познакомились с возможностями уникальной техники. Такой учебно-методический сбор по подведению итогов работы спасательных служб проводился впервые. На вопрос, почему для этого выбрали именно Сочи, ответили представители Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Конечно же, не случайно выбрана площадка города Сочи, где мы комплексно показываем в целом, как должны решаться вопросы в области гражданской обороны, защиты населения территорий, в области обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Первым состоялся смотр сил и средств сочинского подразделения МЧС. Их иногородние коллеги смогли увидеть, как работает уникальная техника. Второй частью стали показательные учения. Здесь уже была продемонстрирована слаженная командная работа всех сочинских спасательных служб. По сценарию, в результате короткого замыкания произошло возгорание. Группе пожарно-спасательного гарнизона предстояло провести эвакуацию людей из горящего здания и локализовать очаг пожара. В учениях были задействованы и специалисты медицинских служб. Согласно легенде, им пришлось эвакуировать пострадавшего из покорёженного автомобиля. Масштабы работы спасательных служб впечатлили не только гостей города, но и самих сочинцев. У нас уже много лет очень плотный событийный график в городе и насыщен этот график многими мировыми событиями. Практически к каждому такому событию мы проходим такие тренировки. Сегодня продемонстрировано, конечно, очень высокое качество работы всех абсолютно служб. Основная задача этого учебно-методического сбора – показать, как должны проходить спасательные операции. Мы добиваемся сейчас слаженности действий вот этих компетентных людей, оперативности и грамотности управления. Отрабатываем различные управленческие алгоритмы в различных чрезвычайных ситуациях. И вся наша работа будет посвящена тому, чтобы сделать муниципальное звено абсолютно боеспособным. В ходе учений не обошлось и без спасения утопающих, что особенно актуально в преддверии летнего курортного сезона. В целом учения прошли на высоком уровне. Со всеми поставленными задачами спасатели справились на отлично. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. ФСК ЕС повысила надежность эксплуатации сетей в Сочи и отработала зиму без сбоев. Об этом рассказали в федеральной сетевой компании. ФСК ЕС теперь успешно использует телеуправление. Это современный способ дистанционного управления подстанциями. На новую систему работы перешли 8 энергообъектов Сочи. Для этого в Центре управления сетями установлен оперативно-информационный комплекс российского производства. Он отображает изменение состояния оборудования в режиме реального времени и имеет возможность удаленно управлять оборудованием подстанций. Реализация этого проекта обеспечила более надежное функционирование электросетевого комплекса города и повысила оперативность работы. Персонал федеральной сетевой компании модернизировал все каналы связи, как резервные, так и основные. Все они переведены на цифру. Сократилось время производства оперативных приключений. Ликвидация аварийной ситуации тоже сведена до минимума. То есть любое нарушение ликвидируется мгновенно. Мы ушли от ошибок персонала, потому что все делает за нас оборудование. В том числе благодаря телеуправлению зима в Сочи прошла без сбоев. Кроме того, в рамках подготовки к зимнему максимуму нагрузок федеральная сетевая компания отремонтировала в Южном федеральном округе более 390 километров линий электропередач, более 600 силовых трансформаторов и порядка 2000 единиц коммутационного оборудования на высоковольтных подстанциях. Плюс 220 участков для многодетных семей. В поселке Орел-Изумруд Адлерского района выделены 22 гектара для реализации программы. Об этом стало известно в рамках рабочей встречи главы города Сочи с его заместителем, курирующим строительную отрасль курорта. Павел Терехов доложил мэру, как обстоят дела с обеспечением инженерной инфраструктуры и коммуникациями земельных участков, предназначенных для многодетных семей. Что касается молодежного микрорайона в Лазаревском районе, то там разработана дорожная карта по подведению инженерных сетей и устройства дорог. Замечания водоканала устранят в этом месяце. В целом схема водоотведения на земельных участках, что в районе поселка Вардане, будет готова в конце года. Ну а работы по электроснабжению там уже выполнены. В настоящий момент Кубанин Эрго проложила сети электроснабжения в полном объеме. Они готовы подключать людей. Вынесен водовод для того, чтобы обустраивать дорогу. Дорогу когда будет? Дорогу 6 миллионов вы выделили в этом году. Как только начали, по вашему протоколу, с 1 июня дорожники начнут эту дорогу отсыпать. То есть, я так понимаю, 1 июля дорога там будет? Они брали на работу 2 месяца. То есть в июле месяце там эта дорога будет? Дорога будет, да. Это должны люди знать. По участкам в Верхнениколаевском и Кудепсте проектно-сметную документацию подготовят через полтора месяца. Работы по энергоснабжению будет софинансировать Край. Мы будем готовы до 1 июня зайти в Край с проектно-сметной документацией. По электричеству. По электричеству. Не только заезда, но многодетных семей на участки, но и для строительства моста. А дорога когда будет? Они обещают запроектировать и до конца лета эту дорогу начинать расчищать. Когда дорога будет по ней ездить? Когда можно будет? По нашему соглашению, которое с ними заключено, эта дорога в этом году должна появиться. То есть в этом году должна появиться дорога. До конца года? До конца года, да. Хорошо. И они начинают проектировать мост в этом году. В поселке Аше дорогу уже отсыпали. Здесь главный вопрос – технологическое присоединение к водоводу. Я требую, чтобы просто-напросто уже 20 апреля я соберу по каждому из этих пунктов по решению задачи. По дорожной карте, да. И очень серьезно накажу всех тех, кто не будет выполнять мои поручения. И тот, кто будет тормозить, значит, тормозить, по сути дела, начало строительства для наших многодетных семей. Это будет серьезный спрос. Потому что еще одна задача. Мы имеем возможность сегодня 22 гектара земли, значит, в Орел и Зимрудное, взять из федеральной собственности и передать потом нашим многодетным семьям. Порядка 220 участков. Это значит, на 220 человек уменьшится очередь. Для разработки проектно-сметной документации новых участков администрация выделила 18 миллионов рублей. Документация Краевым министерствам, подчеркивает мэр Сочи, должна быть передана не позже, 15 ноября, чтобы участки в адлерском поселке Орел и Зимруд многодетным семьям начали выдавать уже в декабре этого года. Инга Габешия, Николай Тихонов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Сочи стал лидером по числу предложений по суточной аренды жилья. Федеральный портал недвижимости провел исследование этого рынка на курортах Краснодарского края и Крыма. Абсолютным лидером по числу предложений стал Большой Сочи. На майские праздники здесь цена на аренду небольшой однокомнатной квартиры начинается от 900 рублей. Но уже в июне цена вырастет до полутора тысяч. По такой же цене жилье сдают и в Геленджике. А вот в Анапе и Туапсе в начале мая однушку можно снять и за 700 рублей в сутки. От сочинских цен не отстает и Крым. Большинство предложений начинается от 900 рублей в мае. Вернуть былую славу Мацесте. Этой целью задались в сочинском парламенте и мэрии курорта. Сегодня в Сочи состоялось расширенное заседание комитета по санаторно-курортному делу, туризму и охране окружающей среды городского собрания. Специалисты обсудили предоставление оздоровительных больного услуг и меры по их продвижению. В период становления Сочи как всесоюзной здравницы акцент делали именно на Мацесте – уникальном медицинском центре лечения природными факторами. Сегодня Мацеста все больше ассоциируется с объектом туристического показа. Задача, которую ставят перед собой члены комитета городского собрания – возродить былую славу и интерес к месторождению минеральных вод Сочи. «Практически местные жители не пользуются услугами, мы не видим рекламы. Мы начнем сегодня говорить о Мацесте, у нас много источников, но там нужны значительные вложения, там развитие. Ну а здесь готовый комплекс, он способен работать, нужно просто навести мосты добрых отношений и работать. Поэтому повестка дня сегодня не просто о Мацесте, а о продвижении среди гостей и среди жителей города». Мацеста – сердце курорта. Огненная вода является и частью герба Сочи. Уже более 116 лет бальнеологический курорт принимает гостей со всех уголков страны. Сероводородная вода, как известно, не имеет аналогов в мире. «Около 2% местного населения пользуются нашими услугами. Мы имеем специальную программу с льготными скидками для местных жителей. Не хватает информации. Мы на своем уровне это делаем. Но если мы хотим говорить о городе Сочи, как о Мацестественном курорте, то, конечно, это взаимодействие с властью, с депутатским корпусом». Участники расширенного заседания – представители санаторно-курортных объектов, руководители сочинских больниц и поликлиник. И те, и другие при необходимости могут выписывать лечение на Мацесте. Но есть уже и конкретные решения для продвижения Сочи, как Мацестинского, а значит, бальнеологического курорта. «Сейчас также будем прорабатывать вопрос о создании единого муниципального автобуса, который бы по кольцу ехал по территории нашего города, объезжал всей санаторно-курортной организацией, и конечной точкой этого автобуса была бы Мацестинский». Также представители мэрии и депутатского корпуса согласовали продление теринкура вплоть до мацестинских ванн. Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 12 апреля в Сочи переменная облачность возможен, небольшой дождь, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13, днем 15-17 градусов выше нуля. Краснодарскую клубнику и кубанский ранний картофель сделают брендами. Край планирует их зарегистрировать в ближайшее время. Таким образом, власть региона хотят защитить местных производителей от подделок. Ведь для потребителей кубанское часто синоним к словам «качественное» и «вкусное». И этот имидж необходимо поддерживать, прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев. Сейчас пакеты документов производителей кубанской клубники и картофеля находятся на рассмотрении в Министерстве сельского хозяйства России. В случае положительного заключения документы также будут направлены в Роспатент для получения свидетельства на уникальный товар. Ранее был запатентован бренд «Кубанские яблоки» в процессе работы над брендом «Краснодарский чай». Сочинские пенсионеры могут пройти бесплатные компьютерные курсы. Они проходят на базе Центральной городской библиотеки на улице Чайковского два раза в неделю. А по четвергам там работает школа «Активное долголетие». Обо всем по порядку в нашем следующем материале. Часто используемые буквы, они расположены более ближе к центру, для того, чтобы было удобнее печатать. Как набрать текст, выйти во всемирную паутину и общаться в соцсетях? Азы компьютерной грамотности преподают в Центральной городской библиотеке на Чайковского. Анатолий Агуменику, 63, всю жизнь он провел за рулем. Теперь решил взять в руки мышь. Сегодня у пенсионера второе занятие в компьютерном классе. Это море информации, интернет. Это можно общаться с друзьями, в одноклассниках. Почту можно разговаривать, можно бесплатно, что пенсионерам много значит по всему миру. Можно разговаривать для развития интеллекта своего, для кругозора, для жизни, как говорится, движется, идет. В роли педагогов сотрудники читального зала библиотеки. Своих учеников они знакомят и с полезными сайтами, например, госуслуги. А еще помогают найти книги в Национальной электронной библиотеке. На этих же курсах учат пользоваться планшетами, ноутбуками и смартфонами. Пенсионеры должны идти в ногу со временем. Средневозрастная категория в группах 70 лет. Самому старшему нашему ученику 83 года. Я считаю, что возраст – это не помеха для познания чего-то нового. Курс рассчитан на 14 занятий по 2 часа. Уроки проходят каждый вторник и четверг с 14 до 16 часов по предварительной записи. Кстати, курсы организованы в рамках городского проекта «Активное долголетие». Школа с одноименным названием работает в библиотеке каждый четверг. Сегодня в программе лекция психолога на тему «Секреты долголетия». Секрет долголетия в оптимизме. Если человек не утратил эту способность жить, радоваться жизни, учиться новому, несмотря на возраст, несмотря на… Конечно, он долго проживет и активно проживет, самое главное. В школе активного долголетия рассказывают о способах сохранения здоровья. Ежедневно занятия посещают около 100 сочинцев серебряного возраста. В Сочи с размахом отметят праздник «Весны и труда». 1 мая на курорте по традиции состоится праздничное шествие. Оно стартует с площади Зимнего театра в 9.00. Участники пройдут по улице Театральной, к курортному проспекту, улицам Поярка, Несебрской, Приморской до площади у Южного мола. Команда молодежи планирует транслировать праздничное шествие Сочи в интернете одновременно с 300 гаджетов. Создавать настроение по ходу движения будут музыка и спецэффекты. Завершит празднование 1 мая на площади Южного мола большой культурный проект «Парад достижений». Он пройдет с полудня до 16 часов. Здесь же будет работать ярмарка мастеров. В связи с празднованием «Дня весны и труда» в Сочи изменится схема движения транспорта. Так, с 23 часов 29 апреля до 13 часов 1 мая будет перекрыто для проезда и парковки площадь Димнего театра. С 7 утра 30 апреля до 6 вечера 1 мая ограничат доступ транспорта на площадь у Южного мола. Также на время шествия будет перекрыто движение по курортному проспекту и прилегающим улицам. Для того, чтобы освободить от припаркованных машин улицы, задействованные в проведении первомайского шествия, 30 апреля и 1 мая в центре города будет усилена работа службы эвакуации. Изменения коснутся и общественного транспорта. Автобусы из Адлера в сторону центра во время шествия пойдут через развязку «Стадион» по улице Транспортная к железнодорожному вокзалу. Автобусы из Лазаревского района будут следовать к вокзалу через спуск с улицы Виноградной на Кубанское кольцо. И далее по московской. Участникам и зрителям 1 мая рекомендуют планировать свои маршруты и заранее прибывать на праздник. В Сочи в музыкальную битву вступили военные артисты. На курорте проходит фестиваль армейской песни «За веру, за отчизну, за любовь». Сегодня свое мастерство демонстрировали исполнители казачьей песни и автор-исполнители. Не все артисты – профессионалы, но это не мешает им петь, что называется, с душой, как, например, ансамбль из Санкт-Петербурга. Вообще экспериментируем. Здесь нет профессионалов. У нас самодеятельный коллектив. Здесь люди, которые никогда, в принципе, вообще не занимались вокалом. Это курсанты и сотрудники нашего университета. В целом конкурс проводится в шести номинациях. На сцену также выйдут вокально-инструментальные ансамбли, исполнители песен профессиональных авторов, ансамбли песни и пляски и духовые оркестры. В следующем году планируется ввести еще одну номинацию – детскую. Это хорошо во всех направлениях, потому что наша молодежь должна все-таки, я считаю, расти в духе патриотизма и любви к своей родине. А военно-патриотические песни, которые они исполняют, как нельзя поднимают их вот эту самооценку, боевой дух, и они готовы уже в дальнейшем становиться на рубеже нашей родины. Это уже 21-й фестиваль. За это время он успел и полюбиться сочинцам, и даже обзавестись собственным гимном. Его автор сегодня – член жюри. Гражданская песня, она не была основой моего направления. И как-то вот попав на фестиваль «За веру, за отчизну, за любовь», вдруг, как снизошло с неба, да, может, еще оттуда, откуда, у меня как пошло вот это вот творчество, именно творческое направление в тему гражданской песни, патриотической песни. В субботу и воскресенье в Зимнем театре состоятся галоконцерты лауреатов и дипломантов предыдущих и нынешнего фестивалей. Также в ближайшие дни запланированы выездные концерты участников в воинских частях и здравницах города. Галина Моисеева, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и к другим новостям. В Сочи открылись сразу три выставки «Индустрия гостеприимства», «Экспо-фуд» и «Мебель и интерьер». Специализированные выставки «Индустрия гостеприимства и развлечений», «Мебель, интерьер», «Экспо-фуд» объявляются открытыми. В выставках принимают участие компании из разных регионов России. Они представляют торгово-технологическое, кухонное и холодильное оборудование, мебель из дерева и ротанга, посуду, аксессуары для отелей и ресторанов, униформу, интерьерный, текстиль. На специализированной выставке «Экспо-фуд» представлена молочная и сырная продукция, мясные и колбасные изделия, рыба и морепродукты, здоровое питание. В рамках выставки проходят кулинарные поединки. Соревнуются специалисты по карвингу. Они делают из фруктов и овощей композиции на морскую тематику. Создают букеты и корзины, а домашнее задание – работа на тему «Сочи-спорт. Олимпийское наследие». В рамках выставок пройдет обширная деловая программа. Конференция по классификации отелей состоится сегодня. В течение всех остальных дней пройдет большой кулинарный фестиваль по трем направлениям – итальянская кухня, карвинг и кондитерское искусство. И также 13 апреля состоится отборочный тур чемпионата мира среди барменов. На выставке «Индустрия гостеприимства» свои предложения представила компания «Чекпот». Это мобильное приложение для розыгрышей призов по чекам. Шанс выиграть есть у каждого «Чекпот» – это возможность посетив бар или ресторан еще и получить подарок. Если, конечно, заведение сотрудничает с компанией «Чекпот». Скачал приложение, нашел компанию на карте, сфотографировал чек и принял участие в розыгрыше. В том случае, если гость заведения не выиграл, то в «Чекпот» предусмотрена возможность работы с гарантированными призами, которыми могут выступать либо напиток к следующему заказу, либо комплимент от заведения. Одним словом, сделать так, чтобы выигрывали все. «Чекпот» выигрывает все. Здесь, на выставке, компания «Чекпот» презентует свои возможности и приглашает к диалогу руководителей предприятий общественного питания, различные кофейни, бары, рестораны, службы доставки и ночные клубы. «Проведение розыгрышей призов – это позитивный маркетинговый инструмент, который позволяет увеличить прибыль, который позволяет вернуть гостей и создать атмосферу позитива». Екатеринбургская компания «Чекпот» – реальный помощник всем, кто напрямую работает с клиентом. И престижно для любого развлекательного заведения, и гости довольны. Сейчас о сотрудничестве с «Чекпот» можно договориться на выставке «Индустрии гостеприимства». Которая открылась в выставочном павильоне нового морпорта по адресу Круизная Гавань, 4. Елена Авсицына, Дмитрий Говорков, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Beeline на 76-й кнопке. И в социальных сетях. В группах «Новости Сочи ФКТ», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск.